сейчас пришла к тому что интересен youtube моей аудитории больше в этой социальной сети во-вторых но я не знаю чего начать вообще как это делается что делается вот и наверное первый вопрос с какими предубеждениями вы сталкивались которые мешают начать да вот у меня тоже есть может быть ряд предубеждений ну предупреждение одно у людей представление что-то вроде вот люди в телевизоре это что-то должно быть отвечающий каким-то высоким стандартам идеально они tired красивые ведущие красивый ведущий он не должен так картавить не должен так изъясняться не должен быть так одет и вообще не должен быть такой прической сидеть до условно это нужно чтобы вообще что-то вау это должна какая-то студия ну хорошо есть дуть и там хотя бы студия просторная с такими коричневыми кирпичами и так далее и так далее то есть вот это вот сразу можно выкинуть потому что не все то что вы сами смотрите из видео не все такого качества не все видео которые вы смотрели на все такое почему это не касается вас почему вы не можете так сделать то есть понятно что что-то очень красивое классно сделано конечно она улучшает то что ну как бы любой контент но это не на первом месте поэтому есть такой синдром самозванца как его называют ну кажется что я немножечко недостоин этого ну или я конечно внутри если еще глубже копнуть внутри-то я достоин но не хочется выпендриваться вот есть такое предубеждение да в вашем случае наверное вы думаете ну наверное есть основания полагать что в общем-то вы можете но не хочется выпендывать не хочется как-то выпячивать себя вот это одно из предубеждений потом есть предубеждение о том что это очень сложно ну например если мы как говорим про видео люди свои головах приравнивают видео в ютюбе равно чуть ли не кино кино я занимаюсь и кино как минимум передача да это ну ну наверное сложно но никто как бы не говорит вам чтобы вы снимали кино это не так просто но не по той причине по которой вы думаете то есть это вообще немножко по другое вначале тех кто занимается пытается заниматься ютюбом он ищет людей которые вот а кто мне это снимет вот попадание к вам мне же надо целую команду найти найти целую команду и так далее и вам кажется что принципе успех зависит от того кто вам кто вам это снимет на самом деле не так вообще то есть кто вам снимет вы можете найти просторах интернета условно как вы находите любого человека из сервиса это все можно найти гораздо важнее то что вы будете рассказывать и какой будет ваш контент вам могут продавать все что угодно все очень классно все продают этому все научились особенно в инстаграме и так далее есть продажа довольно мне кажется хорошо это понимаете вот вот но когда вы приходите этот продукт он состоит из нескольких составных частей все остальные люди которые могут вам помочь они только помощники они могут за вас это сделать к сожалению моё моя гипотеза о том что это еще одна работа да и такая небольшая профессия это то что прям нужно поставить себе целью это абсолютно другая деятельность с одной стороны с другой стороны ну как вот вы например приходите домой да например вы уже дома же вы наверное не такой там не руководитель там вы не не беспокоитесь ну то есть вы примеряете на себя какую-то другую роль правильно дома там вы например там супруга или мама или там дочь и не знаю то каждую свою роль то есть потом поведение он уже немножко другой чем на работе здесь тоже самое немножечко надо пересесть другое кресло висеть кресло контент мейкера мне повезло у меня и там и там я об этом думаю но вообще всем остальным предпринимателям то есть контент мейкер что это значит это значит что вам важно думать какой контент увидит зритель они какой контент хотите делать вы то есть вам нужно найти это пересечении но в первую очередь что хочет смотреть зритель то есть и и